Прямой эфир Прямые выходные в России продлятся с 30 октября по 7 ноября. Это 9 дней. И по мнению президента, это необходимая мера, потому что заболеваемость коронавирусом в стране только растет. Осенний сезон гриппа и ОРВИ ситуацию усугубляет. Ну и Путин также отметил, что уровень вакцинации в России остается невысоким, что приводит к еще большему росту заболеваемости. Вот что заявил глава государства. В каждом субъекте федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному. Имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда начали бороться только с эпидемией, предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае дополнительные можно установить рабочие и нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. То есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней. Собственно говоря, Татьяна Алексеевна сейчас об этом и сказала. Я поддерживаю то, что она предложила. Или при необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября. Полин, ну уже, наверное, понятно, как большинство относится к такой инициативе и президента, и Татьяны Голиковой. Нерабочие дни с сохранением заработной платы уже вот такая сама формулировка уже многих просто раздражает. Потому что это же было у нас. И мы помним, в прошлый раз и многие работали, а многие не работали, но зарплаты, обещанные президентом, не получали. И, конечно, тогда, я помню, в студию к нам звонили и жаловали, что вот работодатель, вот там Путин обещал, а нас все равно выводят на работу. Другие с пониманием относились, потому что не работать и получать зарплату, это только в сказке бывает. Если, например, кафе не работает, ну откуда ему брать деньги? Ну сейчас, на самом деле, непонятно, как это все будет системой работать, потому что вот это же в руках и краевых... Пока, да, совсем непонятно, как это будет работать, поскольку нет еще ни указа президента, потом должен последовать указ нашего губернатора. Непонятно, будут ли у нас уводить на самоизоляцию пожилых, как это происходит в Москве, как рекомендовала вице-премьер Голикова. Путин ее, насколько мы понимаем, поддержал. Ну вот я знаю, что в понедельник в крае стоит Соперштаб, и там будут приняты все решения, и вот, судя по всему, только тогда, в понедельник, мы все это узнаем. Ну да, пока сейчас непонятно, как это все распределяется, но я напомню, что и сегодня мы в том числе проводим голосование, спрашиваем у вас, поддерживаете ли вы идею нерабочих дней. Сегодня отвечайте, звоните в нашу редакцию, если ваш ответ «да», вы поддерживаете, то звоните по номеру 8 800 350 57 82. Оставить свой голос также можно в нашей группе во ВКонтакте, итоги будем подводить весь сегодняшний день. Ну и также звоните обязательно в нашу студию по номеру 200 065, пишите в соцсетях, в мессенджерах, по телефону 8 933 320 75 45. Обязательно выслушаем ваше мнение в эфире и обсудим вместе с вами. Ну, помним, что уже были вот эти нерабочие же дни у нас. Да, на самом деле вводились, и мы уже сталкивались вот с такими нерабочими днями. Первый раз Владимир Путин объявил их 25 марта 2020 года, еще вот в самом начале пандемии. В итоге предполагаемая нерабочая неделя началась у нас 30 марта, должна была закончиться 5 апреля, но из-за вот сложной эпидемиологической ситуации весной 2020 года мы не работали аж 42 дня, до 11 мая. Но тогда в начале эпидемии это был полноценный вот локдаун, когда не работали ни заведения культуры, ни спортивные объекты, ни общий ПИД. В этом году у нас тоже была практика с нерабочими днями, российские власти ввели их с 4 по 7 мая, но из-за праздников мы отдыхали с 1 по 10 мая, при этом власти регионов не вводили ограничения на работу общий ПИД, это предприятий, торговли, ну вот как будет в этом году? Да, до конца пока еще не ясно. Пока не ясно. Да, Путин все решение отдал на откуп по регионам, и пока вот губернатор, пока решение никакого не принято, ну я говорю, что в понедельник может быть. Но здесь в этой теме, конечно, важно отметить что? Что, конечно, сейчас ничего не делать и там нельзя, потому что, ну, смертность Яхова и ситуация-то с ковидом. Да, статистика, как говорится, могу себе. Заканчиваются и койки, и вот этот дельта-штамм коронавируса, он опаснее, он распространяется быстрее. Ну и еще, вот если раньше, вот когда только пандемия началась, когда был только вот первый штамм, то заболевание падало больше на пожилых людей, то сейчас и в зоне риска, и в том числе и молодые люди. Даже дети говорят, что уже чаще заражаются, там чуть ли не 13% от всех там школ, там детских садов, вот уже заболевают. Но и сейчас, наверное, все-таки не время уже критиковать там правительство, да, потому что в самое время, наверное, сейчас защищаться. Это действительно посидеть дома где-то, надевать обязательно маски, там прочее, соблюдать меры безопасности. Сейчас к нам, к обсуждению присоединяется Андрей Иванович Булсуновский, это член общественной палаты Красноярска. Как вы нас слышите? Добрый день. Добрый вечер. Хорошо. Да, добрый вечер, Андрей Иванович. Как вам вот эти новые ограничения, вот эти нерабочие дни, как вы к ним относитесь? Понимаете, как любой предприниматель, я к этому, наверное, не могу относиться позитивно на самом деле. Более того, я считаю подобные меры абсолютно никакими неэффективными и оцениваю их только просто как заигрывание какое-то определенное, в первую очередь с бюджетниками и не более того. Потому что ни для кого на самом деле не секрет, что кроме подобной каникулы, они кроме дискомфорта основной части населения ничего не приносят. 90% бизнеса пытается работать все равно, кому это разрешено это сделать. Детей в элементарном садике отправить невозможно. И полноценных как таковых каникул абсолютно не получается. Более того, те люди, которые оказываются ничем не заняты, они больше начинают мигрировать, передвигаться. И я не думаю, что это остановит следующую волну коронавируса. Очень в этом сомневаюсь. Вот эти нерабочие дни, от них может быть даже только хуже, потому что вот садики, допустим, не работают, а папа с мамой должны идти на работу. И вот что, куда девать детей? Куда девать детей, да. И таких ситуаций жизненных. У меня такое ощущение, что инициаторам подобных инициатив, простите за тавтологию, наверное, нужно быть как-то поближе к народу, для того, чтобы со стороны на это посмотреть и подумать, как это должно работать в реалии. На самом деле работать это не будет, ничего хорошего и нам не даст. Ну вот а вы как считаете, если нерабочие дни это такой вот невариант, то какая альтернатива может быть, например? Ну, как вы понимаете, то есть проваленная альтернатива была, наверное, все-таки одна изначально, это была, это вакцинация. К сожалению, нужно, все уже признали, что она провалена фактически, да. В то же время те же чиновники, которые ей занимались, несколько профильных министерств, да, наверное, с удовольствием уйдут сейчас на оплачиваемые каникулы. Прямо вот, прямо ситуация достаточно абсурдная получается. Вот, если, я считаю, что по вакцинации нужно продолжать работать с населением, ну, наверное, все-таки возможно привлекать какие-то новые ресурсы для этого. Ну и обязательно ограничительные меры в плане социальной дистанции, масок и всего остального нужно, наверное, все-таки гайки по этому поводу закрутить. Потому что, видимо, больше ничего не работает, к сожалению. Андрей Иванович, ну вот Путин обещал компенсацию предпринимателям, да, по минимальному размеру оплаты труда на сотрудника. Вот в прошлые, да, нерабочие дни эта помощь дошла, ну, в том числе до вас? Нет, вы знаете, у меня не было знакомых предпринимателей, которые получили подобную помощь. Даже те, кто пытался это сделать, на самом деле. Те, кто воспользовались кредитами, да, с трудом, но они все-таки, значит, им их списали, там, и то, это в основном компаниям среднего. Ну, был скандал, мы помним, когда вроде как начисляли проценты там и прочее. Да, да. А никакие компенсации, более того, сегодня технически и технологически все вот эти вот компенсации, никто оперативно этого не сделает, даже если и захотят сделать. Второе. Если вы, господа, предлагаете подобные меры, тогда предлагайте их каким-то образом авансом. Потому что сегодня заставить неработающий бизнес выплатить заработные платы, а мы вам там потом, возможно, минималку компенсируем, да, так это не работает, на самом деле, я считаю. Андрей Иванович, большое спасибо за то, что приняли участие. Это был Андрей Бусуновский, член общественной палаты Красноярска. Ну, вот не верят предприниматели, да, видим, что в это предложение президента, в эту меру, ни как с точки зрения там экономической, да, ни с точки зрения вот улучшения ситуации с... Ну, потому что все помнят и прошлые меры, прошлые нерабочие дни, никакой поддержки тогда не было. Но и эту тему сегодня у нас активно обсуждали, особенно после завершения заседания в социальных сетях. Да, вот в социальных сетях я сейчас как раз готовлюсь зачитать. Можете принять участие сегодня в нашем обсуждении. Позвоните, во-первых, по нашему телефону, 200-065, ну и также можете в наши мессенджеры писать. И давайте зачитаю комментарии с ВКонтакте. Вот это те нерабочие дни, в которые все работают, что вы путаете людей своими заголовками. Нерабочие дни – это совсем не то же самое, что выходные дни, объясняли же в прошлые нерабочие дни. Ну, в общем, скепсис такой, я читаю, да, предприниматель жалуется, что придется несколько дней просто так платить зарплату, а ничего, что все остальное время они просто так у работников забирают 78% от заработанного в виде прибавочной стоимости, как за 30 лет люди превратились в безответных рабов. Вот такое мнение, да, предприниматели, коммерсанты у нас такие, как Путин говорит, да, не очень хорошие люди, и они все время отбирают работников. За чей счет отдых? Такой тоже комментарий. Бюджетники отдыхают за счет тех, кто бюджет как раз пополняет. И вот это тоже распространенное мнение, что в основном-то они работают как раз бюджетники, а вот бизнес, бизнесу это приходится делать. Хотя вроде бюджет как раз существует на деньги налогоплательщиков, предпринимателей, которые вот вынуждены работать в нерабочие дни. Ну, а что думаете вы по поводу нерабочих дней? Мы спрашиваем у вас сегодня, отвечайте, голосуйте в нашей социальной сети ВКонтакте, также звоните нам в редакцию 200-065, либо в мессенджер по телефону 8-900-33-320-75-45. Все комментарии, все звонки будем включать, озвучивать уже после рекламы. Прямой эфир. Это программа «Прямой эфир». Я напомню, что сегодня мы обсуждаем нерабочие дни. Владимир Путин поддержал эту инициативу и теперь отдыхать. Сохранением заработной платы мы будем с 30 октября по 7 ноября. Нужны ли эти нерабочие дни? Помогут они остановить распространение вируса? Как вы считаете? Делитесь своим мнением. Звоните по номеру 200-065, пишите в любых мессенджерах по телефону 8-900-33-320-75-45. Но я напомню, что мы сегодня также проводим голосование и спрашиваем, у вас нужны ли такие меры в виде нерабочих дней. Давайте сейчас посмотрим, как распределились голоса на данную минуту. Итак, 35% телезрителей ТВК считает, что такие меры действительно нужны, они поддерживают их. 54% говорят, что нет, они бесполезны. И 11% все равно на подобные меры. Вообще, президент сказал же, что регионы могут выбрать и могут начать раньше вот эти нерабочие дни, с 23 октября. Ну вот, по нашим данным, в крае все-таки мы начнем с 30-го, потому что, как нам сегодня объяснили в законодательном собрании, у нас не самая худшая ситуация просто в Башкортостане, в других республиках, да, там возможность 23-го, у нас будет все-таки с 30-го. Фиксировала сегодня напряженная ситуация с коронавирусом сейчас в Татарстане, Башкирии, Эдмуртии, в Пермском крае, в Оренбургской области. У нас пока неизвестно, но вот непонятно, так же могут и продолжить вот эту вот нерабочую. Да, вот как раз сегодня, когда перед президентом выступал министр экономики Белоусов, он заявил, что экономика России 4 миллиарда рублей стоят вот эти нерабочие дни. И они рассчитывают, правительство рассчитывает, что в целом экономика потеряет 60 миллиардов, а это примерно как раз две недели. То есть, может быть, после 7 ноября мы еще на неделю уйдем, эти нерабочие дни эти продолжатся. Наверное, все зависит от того, какой будет прирост заболевших, какая будет ситуация с заполняемостью коек там и так далее. Ну, конечно. Ну и противники, приверженность вот это вот на самом деле есть. Я думаю, мы сегодня выслушаем в эфире их мнение. Ну вот, я знаю, Виталий сегодня нашел очень такой эмоциональный, так скажем, комментарий, к нему мы вернемся попозже. Но пока давайте мы выслушаем непосредственно человека, который работает в сфере общепита. Это управляющая заведением Лэйзи Док Елизавета Рубец. Она на прямой связи со студией. Елизавета, добрый вечер. Добрый вечер. Вот расскажите, ваше отношение к нерабочим дням и какая эмоция у вас была? Ну, эмоции, безусловно, смешанные. Это одновременно и грусть, и разочарование, осознание больших потерь. Никаких радостных эмоций, конечно, нет. Елизавета, ну я правильно понимаю, что вы будете закрыты? Вы закрываетесь с 30 по 7? Ну, если такое решение выйдет или уже вышло, то, безусловно, конечно, нам придется принять этот указ, и мы закроем свои двери на выходные. То есть сейчас ждете вы распоряжения указа нашего губернатора, да? Да, сейчас ждем официальную информацию. Как считаете, как это отразится на бизнесе, на ваших заведениях? В финансовом смысле, может быть, там еще в каких-то? Это и материальные потери, конечно же, это и внеплановый отпуск сотрудников, который не всегда приносит им положительные эмоции, потому что люди не рассчитывали на него, многие хотели поработать. И, конечно, для гостей это не самая радостная новость, потому что люди привыкли посещать заведения, это определенного вида развлечений доступ для них, они будут лишены этого. Очень многие просто сейчас питаются в заведениях и отвыкли уже готовить дома. Так что я думаю, что тут для двух сторон есть определенные потери, но в первую очередь, конечно, мы материально пострадаем очень сильно. Лизавета, я правильно понимаю, что у вас же заведение относительно новое? Вот вы застали предыдущие нерабочие дни весной? Да, действительно, мы открылись меньше одного года назад, а в последний раз мы ни разу не закрывали свои двери, кроме новогодних праздников в прошлом году. Лизавета, расскажите, все-таки у нас кроме вот этих нерабочих дней есть и обязательно же вакцинация, в том числе и для общепита. Как у вас с этим сейчас дела обстоят? Потому что все же вот эти нерабочие дни, они вводятся исключительно потому, что государство провалило кампанию по вакцинации массовой. Как у вас в заведении с этим? Ну, конечно, мы сталкиваемся также с каким-либо негативом от наших работников, но, безусловно, большая часть у нас сейчас прививается. Многие уже привились после выхода первого указа. Соглашаются не все. К сожалению, с некоторыми очень хорошими кадрами нам приходится прощаться, поскольку у нас нет возможности с ними работать и продолжать их работу, их деятельность в наших заведениях. Но что делать приходится, мы прививаемся. Елизавета, спасибо вам большое. Я напомню, что напрямую со студией была Елизавета Рубец, это управляющая заведением Лэйзи Док. На самом деле... На самом деле, конечно, тяжело будет переживать. Понятно, что да. И, может быть, вот Елизавета правильно сказала, что, может быть, и главное, это не финансовые потери, а кадровые, потому что из отрасли действительно уходят люди, официанты, я не знаю, повара, наверное, некуда может идти, если только профессию менять, но официанты и прочие сотрудники, они уходят, и все сложнее и сложнее набирать новых сотрудников. Конечно. Но вот есть и приверженцы у нас того более жестких мер. Более жестких мер, да. Вот интересно, нашли в сети мы выступление депутата Екатеринбургского. Оно, конечно, такое хамоватое, многим не понравится, оно резкое, но все-таки тоже такое мнение имеет право. Искренний комментарий Александра Колесникова. Давайте посмотрим сейчас. Значит, QR-код это фуфло. Более того, смотрите, к чему мы сейчас пришли. У нас прививки, они являются антимерой. То есть человек укололся и радостный такой снимает масочку, где-то начинает ходить, там всех заражать. А где гарантия, что у тебя антитела-то выработались? Ну нету такой гарантии. Я вот укололся, я не знаю, что покурился, укололся, вообще ничего не почувствовал. Понимаете, вот прививка не дает гарантии, во-первых, что ты не заболеешь, потому что они еще и болеют. Это нормально. Прививка просто снижает риск твоего заражения. И эта задача ваша, Денис, и ваша, разъяснять людям. Нормально. Потому что сейчас вот эти антиковидники, они активизировались. Особенно среди родителей в школах. Дальше. Вот у нас любое благое начинание, оно сводится, не знаю, к чему. Вот сейчас все кинулись выполнять план по освоению вакцины, чтобы перед Путиным отчитаться. И только вот я вот слышу, правильно представитель Роспотреба говорит, Денис говорит, ну как-то тихо говорит, что остальные-то меры, почему не соблюдаете? Масочные-то режимы, дистанцию, их никто не отменял. Да даже в нормальном, когда нет пандемии. Ну не надо друг другу близко прижиматься в очередях. Хватит с населением-то заигрывать. Зажимать надо, порядок наводить. А у нас ведь выборы постоянно. Ой, не надо народ обижать, не надо обижать. Забываем простую поговорку. Куда солдата не целуй, все равно попадешь между ягодичных мышц. Что уговаривать? Штрафуйте. Штрафуйте, наказывайте. Вытаскивайте из автобусов, антимасочников. Сколько можно дотерпеть? На самом деле очень такие резкие заявления. Резкие, да. Ну говорю, но зато кажется откровенные. И действительно, наверное, не хватает вот такой определенности, да? Много мы в последнее время говорили, и сами депутаты единороссы говорили, что государство провалило вот эту кампанию по массовой вакцинации. Почему? Ну и вот этот вот период нерабочих дней только для того, чтобы, ну не только предполагается, для того, чтобы и привлечь людей вот к этой вакцинации. Ну у нас есть телефонный звонок, давай послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Вас как зовут? Владимиром. Владимир, как считаете, вот эти нерабочие дни, они могут изменить ситуацию? Акционисты не нужны. Почему? Потому что оплату получат только госслужащие, Росгвардия, милиция, военные и прочее. А те, кто работает на коммерческой основе, они останутся, простите меня, далеко-далеко сзади. А вы расскажите, если не секрет, в какой сфере работаете? Я работаю в строительстве, вот. Я простой рабочий, простой рабочий, вот. Но у нас организация коммерческая. Ну и как, вы работали в прошлый раз, когда вводили все эти нерабочие дни? А как? Ну у меня, понимаете, у меня режим работы был такой, что у меня график круглосуточный, вот. Ну то есть, у меня выходных не было. Я дежурный водитель был, работал, работал и работал. У меня ни праздников, ни выходных не было. Ну а как относитесь, кстати, к идее самоизоляции или домашнего режима, как Собянин сейчас? Это для тех, у кого есть деньги. Да, то есть... Ну то есть, такие меры без поддержки вводить неправильно считать? Нет, качество личности нельзя. А тем более, если люди, ну, зарплаты в 30 тысяч на наши нынешние цены прожить нельзя. Категорически нельзя. Владимир, спасибо вам большое за ваше мнение. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вас как зовут? Меня зовут Ирина. Я вот слушаю тоже президента высказания насчет неработных дней, но почему-то не прозвучало нигде, что вот, люди, вам выходные дни даны, вы в этот период можете сходить, поставить прививку, пока не работаете, и у вас есть время посидеть дома, пока вот, может быть, плохо себя чувствовать будет, или пока антитела не выработаются. Но вот этого не прозвучало почему-то нигде, не слышно. Вот, я думаю, что вот, может, эти дни нужны и для этого тоже. Ну, и людей призвать, чтобы, что это не выходные, это не надо набиваться в автобус и ехать в торговые центры. Сейчас как на выходные. Ну, как в прошлые разы и было. Ирина, вы как считаете, вот эти нерабочие дни введения QR-кодов, они как-то подвигнут людей вакцинироваться, получать эти, собственно, QR-коды? Ну, конечно, люди хотят свободы, поэтому я думаю, что QR-коды придется носить с собой. Но еще хотела сказать, что переболевшие тоже есть QR-коды, а то в некоторых моментах, ну, не знают люди, что если переболел на госуслугах, это даешь заявление, и там дают тебе QR-код переболевшего человека. Ирина, спасибо вам большое. Большое спасибо, да. Вот, хотел бы вернуться все-таки к тому, почему у нас вообще провалено. Правильно говорят, что ради QR-кодов, может быть, кто-то и пойдет в вакцине. И пойдет, скорее всего. Но все-таки наша задача не просто призвать, точнее, задача властей не просто призвать 10, 20, 100 даже человек. Необходимо формировать популяционный иммунитет, чтобы уже забыть об этих пятых, шестых волнах, и чтобы постоянно не терять каждый день по тысяче человек. Ну, действительно, это вот одна из причин, почему вот эта кампания... А мы видим, как все предыдущие месяцы государство у нас крайне непоследованно действовало. Вот я даже вспоминаю, как в марте, в мае Навальный предлагал, давайте людям платить. Они отсидели месяц без зарплаты, без денег. Песков вышел, президент говорит, ну что, это вертолетные деньги, мы не будем их разбрасывать. Прошел год спустя этого, и они все равно начали эти деньги раздавать. Только раздавали уже перед выборами, да, вот как-то так еще... И вспомнить, начало пандемии все закрывало, ну, собственно, голосование проводим, потом вводим QR-коды, ну, вот, QR-коды ввели, но непонятно зачем-то, до 11 общепит ограничили. То есть объяснение ждет население, хоть какое-то от власти, от места. Конечно, нормальная агитационная кампания, она должна быть. А у нас же сначала как было? Мы первую половину пандемии рассказывали, как на Украине все плохо, как в Италии все плохо. Говорили, вот в Италии 700 человек умирает, как же так? У нас все хорошо, у нас сейчас тысяча умирает. Это еще ужаснее, хотя в Италии сейчас стабилизировалась ситуация. Да, вспышки есть во всех, наверное, странах, да? Но все-таки у нас сейчас, наверное, самая аховая ситуация. Только Америка, по-моему, у нас, Соединенные Штаты обгоняют. У нас еще есть один телефонный звонок. Добрый день, вы в прямом эфире, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, что думаете о нерабочих днях, да? Ну, думаю, что, коль уж выплачивается за счет бюджета эта заработная оплата, наверное, нужно как-то объяснять людям, чтобы они дома сидели, не ходили, не заражались. Понятно, что общепит будет закрыт. Ну, как бы поберегли себя. Это делается не для того, чтобы ходить, гулять. Наверное, как-то это нужно доносить. То есть вы считаете, что это поможет сдержать роста темпа заражения коронавирусом? Ну, думаю, да. Для чего тогда? Ну, как бы я сама работаю в бизнесе и справедливости ради скажу, что я получила все-таки компенсацию от государства на себя и на своего работника в первую волну. Именно вот этот мрот, да, на человека, на сотрудника? Да, да, да. Сотрудники любезно мне позвонили, налоговые службы, объяснили, что я имею такую льготу. Но в этот раз все-таки вы будете работать своим предприятием? Или как-то, если так уж на чистоту, пытаться обойти указы президента? Ну, обойти, наверное, не получается у нас. Все-таки у нас есть назорные органы, которые следят за нашей деятельностью. Но, тем не менее, опять же, не прозвучало, как вот для меня девушка сказала, что все-таки никакого призыва нет. Посидите дома, поберегитесь. То есть мы же тоже страдает бизнес. Но не для того, чтобы не просто так, а чтобы остановить эту пандемию. Да, но буквально неделю мы тоже призываем посидеть дома. Хотя бы неделю, чтобы потом опять на неделю, через год, через два года не закрываться. И так мы вообще половину народу потеряем, если мы еще будем вот так гулять, когда нас просят сидеть. Да, Наталья, спасибо вам большое за звонок. У нас есть еще один звонок, прямой эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Виктор. Как вы относитесь к нерабочим дням? С одной стороны, они, может, и нужны с точки зрения борьбы с коронавирусом. Но, с другой стороны, вот эта опять хитрая еврейская формулировка от Путина «Нерабочие дни» говорит о том, что он в очередной раз россиян, то есть свой народ, бросил в беде. То есть, с одной стороны, он хочет порешать вопрос за счет нас. Вот я ИП, у меня семь человек работают. Я в прошлый раз ни копейки не получил помощи. И даже налоги мне не отсрочили. Платил из убытков, скажем так. И сейчас не получу ничего за свой счет, буду им оплачивать. То есть, и так мы не получаем ни копейки в нашей стране, якобы самой богатой в мире, ни ренты, ни с нефти, ни с газа, ни с угля, ни с золота, ни с чего. Так еще и сейчас вот в такие ситуации тяжелые, когда вроде бы, ну ты сейчас уже подкинь народу денег и на прививку стимулируй, и объявляй вот эти нерабочие дни. Честно, назови их карантином, дай денег людям. И все, и вместе все прошли эту тяжелую ситуацию. Нет, он опять объявляет эти нерабочие дни, и получается бизнес опять на грани смерти. Желание бегает, мечется. Непонятно, что делать. Вот как это понимать? Виктор, а вы как считаете, вот эти введения нерабочих дней поможут? Увеличить рост вакцинации? Увеличить рост вакцинации не поможет, потому что те, кто хотели привиться, они уже привились. Все остальные по разным, для меня глупым причинам не прививаются. Я-то за прививку, я себе ее поставил, убеждаю всех ее ставить. Но сильно это не поможет. Почему? Потому что мы все понимаем, что бизнес будет работать. И начиная от шиномонтажа и заканчивая магазинами, строительными, продуктовыми, все будут работать. Будут сидеть дома только бюджетники. И то они дома сидеть не будут. Мы же все понимаем все. Показуха, как всегда, у нас все в России. Виктор, большое спасибо за это мнение. Ну, наверное, да, хотя вот нерабочие дни, это все-таки нужно всем не работать. Кроме вот таких, кроме скорой помощи, кроме там полицейских, да, или пожарных. Все остальные должны не работать. И по-другому понимать это, конечно, это наша смекалка, конечно, русская, да, когда можно с черного входа на работу там своих сотрудников приводить. Но все-таки нерабочие дни означают то, что работать не нужно. Ну, нам сейчас остается вот ждать, какое решение примут наши власти. Ну, а пока вы можете высказывать ваше мнение относительно нерабочих дней, как вы считаете, помогут ли эти меры предотвратить распространение коронавируса, звоните нам в редакцию по номеру 200-00-65, пишите в мессенджерах по телефону 8-933-320-7545. Выслушаем вас после рекламы. Это программа «Прямой эфир», и я напомню, что сегодня мы обсуждаем нерабочие дни. Владимир Путин поддержал эту инициативу. Теперь отдыхать с сохранением зарплаты мы будем с 30 октября по 7 ноября. Нужны ли эти дни, помогут ли они остановить распространение вируса, как считаете вы? Делитесь вашим мнением, звоните по номеру 200-00-65, пишите в соцсетях, в любых мессенджерах по телефону 8-933-320-7545. Ну и на самом деле мнений мы уже выслушали. В основном негативные, да? Да, люди делятся о том, что вот начнут ограничивать работу разных заведений. Ну вот, допустим, добираться мне на чем до этого заведения? Это, кстати, извечный вопрос. Вчера у нас эфир тоже был про антиковидные ограничения. И вот все, конечно, удивляются про автобусы. Ну, битком там все друг об друга трутся, передают друг другу коронавирус, а потом удивляются. А где же у нас? У нас же вроде там все закрыто, да? Ну вот была инициатива от Романа Казакова. Да, и в этом смысле вообще в чем логика-то? Ну вот если государство провалило вот эту антиковидную кампанию, борьбу в массовую вакцинацию, ну нужно, значит, что-то новое делать, как-то менять эти меры. Потому что, ну, прежние, видимо, неэффективны. И вот как раз Роман Казаков, общественник, он предложил, чтобы как-то, чтобы в часы пик в автобусах не толпились сотни человек, да, заставить некоторые, может, бюджетные организации чуть подвинуться, начинать свой рабочий день там с 10, допустим. Или с 8 утра. И сегодня мы записали заместитель руководителя департамента транспорта Игоря Манченко. Он поддержал эту идею. Жаль, конечно, что Манченко не принимает вот таких глобальных решений о том, что перевести какие-то бюджетные организации. А так бы, в принципе, наверное, идея была реализована. Давайте послушаем, что он говорит и как он в целом отвечает на критику в адрес общественного транспорта. Этот вопрос, он уже не новый, он рассматривался уже неоднократно. И будем говорить, в советское время это было принято, принимались такие решения. Здесь к общественному транспорту, ну, я могу сказать, только могу поддержать, потому что растянув часы пик, на сегодняшний день у нас пиковые ситуации будут. Люди едут к 7 часам на работу, к 8 часам и к 9 часам. Соответственно, растянув еще на час, мы получим менее загруженные автобусы. Может, рассматриваете какие-то варианты везти к ЮАР, по ходу, допустим, выпускать в транспортную компанию? Нет, пока такого не рассматриваем, потому что пока мы не понимаем, как это будет выглядеть. Если в межпиковремя еще, может быть, это можно везти, то в пиковое время понимаем, что это нереально. Тем не менее, у людей очень много нареканий на работу общественного транспорта. Много людей долго едут, толкаются. С чем это связано? Ну, связано в первую очередь с чем? Несколько, будем так говорить, позиций. Первая позиция – это на сегодняшний день все-таки наше предприятие автомобильное испытывает кадровый город. Зачастую нету водителей, нету кондукторов, поэтому мы не можем выйти на линию, обеспечить полный состав. Согласны ли вы с мнением Игоря Манченко? Давайте послушаем. У нас есть звонок, прямой эфир. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Андрей меня зовут. Андрей, как прокомментируете, может быть, комментарий Манченко и что по поводу нерабочих дней? Как к ним относитесь? Ой, свою точку зрения, вначале можно скажу. Считаю, что нужно было либо сделать как в Китае, то есть жесткий карантин и поддерживать население, либо как в Швеции. То есть полностью не вводить карантин и не ограничивать возможность людей, зарабатывая деньги. А вот этот способ, когда мы на двух стульях пытаемся усидеть, приводит к тому, что, грубо говоря, каждый десятый умерший от коронавируса человек сейчас из России приходится. То есть надо все-таки определиться нам. В данном случае, вот, в комментарии Андрея, не получится поступить, как в Швейцарии, потому что рост заболевших у нас уже, ну, очень серьезный такой. Но я поняла вашу мысль о том, что либо вводить, так вводить уже локдаун, ну, либо уже не трогать вот эти вот полумеры. Я напомню. Ну, да, действительно, ввести локдаун, да, и поддерживать людей. Или вообще без карантина. И как бы вот должен якобы популяционный иммунитет сформироваться сам. Но в Швеции от этого отказались. В Швеции уже этого нет, насколько я понимаю. Поддерживает ли эту позицию наш следующий зритель? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, как думаете, вот поможет ли вот этот нерабочие дни побороть эпидемию? Нет, не помогут. Почему считаете? Нам, наоборот, надо строить фабрики, заводы, работать по-нормальному, как говорится, спортом заниматься, больше стадионов, бесплатных площадок строить, чтобы люди закалялись, а не сидели дома, как говорится, под этим карантином. Карантин, наоборот, мы меньше должны прислушиваться к Всемирной Организации Здравоохранения. Мы должны своим умом жить. И все это делается для того, чтобы мы прививались. Извините, если у нас нет никаких гарантий от того, что мы привьемся, мы выдаем добровольное согласие на прививку. В связи с чем? Если человек после прививки чем-то заболел, серьезным или еще что-то, никто же не даст никакой компенсации. Все говорят, вы добровольно подписали свое согласие. А на самом-то деле это добровольно принудительное. Ирина, а какие гарантии вам нужны? А? Какие гарантии вам нужны? Ну, гарантию от того, что человек, если привился, он будет здоровым, не будет болеть. И если какие-то последствия, что он потом больше не заболеет и не умрет. То есть вакцина должна пройти все стадии, правильно? Многие врачи говорят о том, что прививка бесполезная, где-то что-то. Для чего мы прививаемся? И QR-коды. Мы что, стадо какое-то баранов, что нас оцифровывает. Почему мы живем по этим QR-кодам? У нас люди советские, мы должны жить своим умом, своими принципами. Большое спасибо, Ирина, за это мнение. Но все-таки я могу еще раз напомнить, что врачи говорят о том, что привитые красноярцы, не красноярцы, жители других регионов и стран тяжело не переносят коронавирус. А это самое главное. Действительно, после прививки, новый штамм коронавируса Дельта, можно заболеть, его подхватить. Но, как правило, в 99% случаях это все проходит легко. Я напомню, мы сегодня также проводим голосование и спрашиваем у вас, как вы относитесь к нерабочим дням, как распределились наши голоса. Итак, 35% поддерживают эту идею, считают, что необходимо вводить нерабочие дни. Вот такая система, такая мера поможет сдержать распространение коронавируса. 54% большинство считают, что вот такие меры нам не нужны, они не помогут. И 11% считают, говорят, что нам все равно. Вот такие вот результаты. Да, Полин, и вот я, кстати, не понимаю, все-таки большинство против вот таких мер. Все-таки это больше эмоциональная позиция или что? Или это просто недоверие к власти? Мы видим его уже там, который год, да? Конечно, я считаю, что у нас, безусловно, присутствует и недоверие к власти, но у нас есть вот, знаешь, что такое ментальное, в нашем менталитете заложенное такое недоверие, в принципе, ко всему, к новым людям, вообще к любым людям. Мы так с опаской ко всему новому в том числе относимся. Я думаю, это одна из причин, вот почему так происходит и почему так негативно. Да, очень легко наши люди верят в теории заговора. Вроде говорят, вот хорошая прививка, ну вот вам и Ланцет говорит, и ВОЗ говорит. Ну нет, ну значит, что-то не так. Они хотят чипировать или что-то еще. Хотя, ну уже давно понятно, что это бред. Ну и спутники ВИО уже давно понятно, что да, от этого штамма он, может быть, не защищает на 100%, но на 70% он защищает. И вот Макаревич, допустим, Андрей, музыкант, он предлагает вообще тех, кто не вакцинировался, лечить, в том числе от ковида, когда они заразятся, если, не дай бог, конечно, но полностью за свой счет. Да, я слышала, вот и вчера были такие предложения, в том числе у нас в эфире. Понятно, наверное, что не пройдет это решение, потому что по Конституции все-таки у нас здравоохранение, оно бесплатное, оно всеобщее. Ну, какая-то логика в этом есть. Если вы не верите государству, которое у вас бесплатно вакцину предоставляет, этих вакцин много, их пять штук в России, наверное, может быть, и на ограничения какие-то надо пойти. Может, недостаточно QR-кодов, а действительно что-то жестче, как вот Екатеринбургский депутат, может быть, и предлагал. Ну, на самом деле, все сейчас ждут хотя бы какой-то конкретики от местных властей, и ждут по итогам нашего сегодняшнего эфира, ждут какой-то поддержки. Безусловно, люди устали уже от этого всего, и причем вот эти нерабочие дни, но это же профанация исключительно. Ну, вот как я с супругой уйду на нерабочие дни, а детей-то кто мы их кормить потом будет? Такое ощущение, что власти считают, что у каждого какие-то подушки, тут миллионы лежат, и вот мы сейчас достанем и нормально просидим. Ну, так это не работает, все-таки у нас люди не такие богатые. Ну, пока на такой ноте завершаем наш прямой эфир, я думаю, мы еще не раз будем возвращаться к этой теме, к теме нерабочих дней, не раз будем ее обсуждать, не раз будем... Я думаю, в самое ближайшее время вернемся, хотя бы рассказать вообще школы-то будут учиться. О самых важных базовых вещах. Ну, а пока прямой эфир на этом заканчивается. До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова